Приветствую вас. Я думаю, что есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Которые, которые, как я надеюсь, помогут вам решить свою проблему. Смотрите, первое, на что хочется обратить ваше внимание, это на то, что вы не очень понимаете, из-за чего вы сможете повторить. По крайней мере, вы ничего не пишите об этом. Какие причины ссор, из-за чего ссорились, какую ответственность несете вы, например, за вашу ссору. И так далее. То есть этого всего нет. Следующий момент. Такое чувство, такое чувство, что вы ждете от мужчины его поведения. Вы ждете от мужчины какой-то реакции, модели поведения. Вы ждете такое впечатление, что человек, как бы сам за вас все решит. Вы же решать ничего не хотите. То есть вы, условно говоря, находитесь в таком подвешенном, получается, состоянии, когда только от мужа, например, зависит то, как будут развиваться ваши отношения. Это не совсем правильно. Потому что отношения строят двое, и, соответственно, двоим над ними и работают. Надо отношениями. Я имею в виду. А то так получается несколько странно. Следующий момент. Вы пишете, значит, три раза написал смс как ребенок. На развод не подает. Друзьям ничего не говорит, но в клубах гуляет и веселится. Подскажите, что делать. Я полагаю один из таких ключевых вопросов. Вопросов здесь, это что делать, чтобы что. Как, опять же, совершенно правильно, на мой взгляд, сказал вам мой коллега, что определиться нужно с этим именно вам, а не мужу. Потому что мужа, судя по всему, как раз таки все устраивает. Он веселится ему сейчас, в принципе, хорошо. И важно понять, чего хочется вам и что нужно вам в этой ситуации. В этой, конечно же, крайне непростой для вас ситуация. Дальше. Ну, друг мое, хотелось бы сохранить брак. Скажите вы. Ну, здесь, я полагаю, нужно уточнить, что вы понимаете под нутром, что вы понимаете под желанием сохранить брак, потому что брак это просто отношение. И все. Брак это просто взаимоотношение, это просто форма отношений между людьми и не более одного. Вот что такое брак. Но во главе угла всегда стоят люди. То есть, если вы сохраняете отношения как бы в обход людей, то ничего хорошего из этого получится. В принципе, не может. Потому что, совершенно очевидно, что, главное для вас не человек, а именно форма отношений. Ну, тут как бы нужно опять же смотреть и разбираться. Дальше. Такое отношение пофигительно к семье не понимаю. Ну, опять же. Должен повторить то, что уже сказал мой коллега. Как отношение пофигительно к вашему мужу относится к тому, что вы хотите сохранить семью. Желание от вас, участие в браке. Участие в браке, да. И в конфликтах тоже ваше. Тут как бы происходит действительная подмена понятий. Вот. Вот. Подскажите, как лучше обратиться с мужем. К человеку с вопросами. Если у тебя не нужна. С меня-то давай разведемся. Я думаю, что опять же здесь имеет смысл использовать технику. Я в сообщении. Ну, потому что только так. Только подобным образом Вы сможете со своим мужем адекватно говорить. Связано это с тем, в первую очередь, что муж почувствует, что вы на него нападаете. Практически сразу после того, как вы условно говоря зададите ему вопрос такого рода. Говорить в свою очередь. Говорить. Очень важно о том, что вас волнует. Что именно вас волнует. Говорить очень важно о том, что вы чувствуете. не о том, что, по вашему мнению, должен сделать муж, например. А именно о том, что вы чувствуете. И тогда, и тогда, и тогда, чувствуя, что вы чувствуете, вы сможете, как раз таки, куда более адекватно разговаривать разговаривать о своем мужем. Но, повторюсь, разговаривать без исследования ссор ваших, без исследования модели скандалов вряд ли будет возможно вам сохранить брак. И наладить отношения. ссор это вы понимаете. В противном случае вы будете в одном и том же состоянии, вы будете так скажем циклично находиться что в одном, что в другом, создая состояние и ничего хорошего из этого у вас не выйдет. Вот так, я думаю, что можно ответить вам на вопрос, который вы, наверное, задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. до удачи. Продолжение следует...